Кубка Казахстана 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 за первое место? Ну, естественно, любительский уровень это другой уровень. Он отличается от профессионального, но, тем не менее, команда QM Gaming, которая сейчас уже отыграла две игры, очень удивляет, потому что я рассчитывал на то, что уровень будет значительно ниже, не будет тимплея, будет типичное слово кухо. А на самом деле все уже не так, и по сравнению с предыдущими любительскими турнирами, которые я наблюдал, уровень намного выше. И это радует. Спасибо. И последний вопрос. Он такой на путьстве. Что ты пожелаешь молодым командам, именно командам, для того, чтобы они достигали больших результатов и, возможно, из любительских превращались в профессиональные? Наверное, упорство, трудолюбие и удачи. Все. Спасибо. Это был Ансва, тренер команды Альбус Ногс Луна. И мы передаем слово нашим комментаторам. Пожалуйста. Спасибо большое, ребята. Очень мне понравился ответ Ансва насчет команд. Я тоже очень удивлен игрой команды QMG. На самом деле. То есть это не тот случай, когда мы говорим, что да, они сильные, конечно, но на самом деле нет. Нет, это действительно команда, которая играет здорово. Вопрос только в том, всегда, вот когда ты смотришь на такой уровень игры, на следующей ступеньке, когда они встретятся с более сильными командами, как они будут проявлять себя там? Безусловно, твоя игра зависит от вообще того, с кем ты играешь, однако у команды QMG есть идея, у них есть драфт, они от него исходят, они играют вокруг этого драфта. Это то, чего не хватает многим прокомандам. И именно это важное понимание, это такой, знаешь, фундамент, на котором можно строить уже более серьезные командные взаимодействия и развитие команды. Поэтому у них есть будущее явно. Более того, команда, которая играет все время на метовых пиках, играет здорово. Это значит команда, которая быстро адаптирует всякие интересные вещи. Чувствует мету, и именно это очень важно, потому что комфорт твой никуда не денется, он будет с тобой всегда. А вот мета, она очень такая жидкая, притекающая из разных, собственно, разных стратегий и тактик. Ну, в Эре жидкая мета пока у команды. Она была. Нет, нет. Я имею в виду, что когда мета слишком быстро менялась, такое тоже бывало. Но сейчас она немножко остановилась, немножко остановилась на определенных персонажах, и нас ожидает в ближайшем будущем изменение Ассасинов. И это будет очередной раунд просто безумия и отваги, потому что я видел уже Талона, я видел уже Лебланку, я видел уже Катарину, и это очень интересно. Кто тебе, кстати, из Ассасинов новых больше всего пока что нравится? Ты знаешь Катарина, в самом деле, потому что очень интересная механика, но я, к сожалению, не думаю, что это вернет ее на просту цену. И в остальном Талон выглядит с одной стороны имбалансно, но там видно явно будут свои ограничения в этом плане. Он скорее выглядит не имбалансно, он скорее выглядит как персонаж с очень большой специализацией. Прямо он должен бегать через стены, через стены, через стены. А возможно Джангер Талон будет, знаешь, с Вориором, такой съем какой-нибудь, типа Казикса. Интересная теория, да. Да я думаю, что постараются сделать так, чтобы он все-таки... Лесные Ассасины это... Да, давайте, кстати, посмотрим повторы с прошлой игры. Вот аккорд, мы говорили в начале игры, Ринектон не должен давать телепорты. Почему? Потому что Ринектон сильнее всего работает в дуэлях на раннем и среднем этапе игры. И чем сильнее он впереди, тем дольше он работает, тем дольше он выключает топперов. Почему он плохо работает против Поппи? А. Поппи не выключить. Б. Поппи продолжает работать почти всегда, независимо от лоу-эко. Три. Ринектон просто плохо против нее дуэли. И четыре. Самое главное. Наступает момент, независимо от ситуации в игре, почти всегда, когда Поппи становится сильнее. Ну, тут такая ситуация еще, что Ринектон проиграл. Топлейн, по сути, пытался отчаянно вернуться в игру как-либо, хотя бы от этого телепорта. У него не получилось, поэтому игра у аккорды не сдалась. Ну, Алисинц, нам показывали его два-три полкила, еще один килл на топе, он просто сиял. Именно, знаешь, интересно то, что пока слабым местом команды КМГ является нижняя линия, потому что именно милки и бумаи перпички не доигрывают, играешь агрессивно, и их ловят. 15 ганков на бот тебе дают, я бы тоже не доиграл в одном из 15, понимаешь, поэтому... Ну, какое-то такие себе оправдания, потому что, например, ты можешь терять крипов, ты можешь терять опыт, но умирать, и именно, когда тебя ловят на агрессии, это одно, когда тебя кэмпят, это другое, поэтому я думаю, что... Просто это неплохая стратегия с точки зрения того, что если ты знаешь, что вражеский лесник, мало того, что не доигрывает, так еще и он играет на таком чемпионе, как Сиджуани, ты можешь играть откровенно нагло на всех трех линиях, зная, что он либо закемпит одну, либо не закемпит ни одной, а когда ты играешь т.н. нагло, и ты еще и по уровню игры пока что противника опережаешь, это почти стопроцентная гарантия, что две линии выиграют так сильно, что мы его видели, да, здесь, в данном случае это был мид и лес, в предыдущей игре это был мид и бот, тоже выиграл очень сильно, когда... Хотя нет, стоп, там Джин... куда сильнее, потому что к тому же Джин был очень неоднозначный в плане камбэков, билд. У него был очень дорогой билд с критами, с грани бесконечности, с... Потом у него была пушка, и в этом плане ему тяжело было вообще как-либо из этого не играть. Ну и посмотрим, получится ли вернуться. Нам только что показывали ЦФГ, и будем надеяться, что соберется. Первая игра была совсем у него неудачная, вторая была чуть получше, но этого тоже мало. Ну и... Сейчас время показывать свою лучшую игру для команды Дорога в Алматы. Либо сейчас, либо никогда. Да, я, кстати, ну, Ренектон был бы хорошим покетпиком вот где-то год назад, может быть, полтора максимума. Он уже перестал быть фотмом, он как раз на чемпионате мира так периодически заезжал, при условии, что Лесник тебя в кемпел, а ты очень сильный Ренектон. Например, как чемпион мира Марин прошла год. До нерфа предметов на топ-лейн, до нерфа ненасытной гидры. Хотя там, ты знаешь, другой нюанс, там, после того, как это сделали, был момент, когда черную Секиру очень сильно бахнули, и это был, казалось бы, опять момент, что Ренектон должен взлететь, но нет. Но ему нужен сустейн при этом, и Секира в этом плане хороший айтем, но не основной. Он дополняет, а без основы тебе нечего дополнять, поэтому Ренектон и не появился в мете как постоянный гость на верхней линии. Может быть, если прям хотят через какие-то интересные телепорты на бот играть, что показала, в принципе, команды Ротталматы, можно играть все еще на то же слабом ношении, которому сложно себя реализовывать, опять-таки, против Поппи почти невозможно. Вообще, Поппи бы надо банить, на самом деле, если вы хотите такими персонажами играть. Любая агрессия на топе против Поппи, она там, Джейс, Ренектон, любые пики, которые должны быть агрессивными, еще и Поппи не аутскейлят, они будут от нее страдать. Они банили Джейса, Синдеру и Арианну, и тут вопрос, Арианну отдавать точно нужно, но Гикарим остается, который был очень у Лесинца сильный. Поэтому, куда впихнуть банку? С другой стороны, на месте Гикарима мог бы оказаться Грейс, в этой игре. Тоже верно. Который бы залутал точно те же самые 2-3 полкила и творил бы тоже все, что угодно. На Грейсе там не было такого дикого сноубола, он и чувствовал себя менее уверенно, умер от несчастной жабы, я буду вспоминать ему это очень долго, потому что, а с чего он? Потому что ты сам постоянно умираешь от жабы? Я нет, я просто в лес боюсь ходить, потому что сложный рот очень. Ну да, на Израиле в лесу не поиграешь. Это верно. Особенно на Пульс Фаер Израиле. Морозным. Морозным был, да? Морозным. Не хватит денег пока, к сожалению, делать по косплею Пульс Фаер Израиля, чтобы я переодевался между этими. Ой, слушай, я все еще считаю, что когда-нибудь его должны переделать, он все-таки немножко устаревший. Устаревший? Какие? Мне Пульс Фаер не нравится Израиля, если честно. Ну, когда он вышел, когда у него еще кушка была длиннее, чем у обычного Израиля. Был оболзкин на Блицкранку, у которого кушка была длиннее. Ну да. В принципе, да. Поэтому касаемо Лесинца, чувствуется именно, насколько Лесник в этой команде является основой. У него идет, команда прямо как за локомотивом тянется, потому что Крайон, Борт Лейн и в принципе даже Кейнз, они хороши, однако как дополнение, как именно они играют вокруг Лесинца, потому что сам Крайон порой бывает, не хватает ему... В предыдущей игре Крайон сам все делал. Да, но потом начал скатываться капельку, а вот у этого не было у Лесинца, у него дисциплина очень сильная в игре, у него был ультра-расфит, и при этом он не дайвил никого, он именно играл грамотно от своих лимитов. Чувствуется, что вот там показывают именно этого героя этой серии, Лесинца, который хладнокровен. Я с тобой не соглашусь, потому что мне слишком нравится, как играет Крайон. Я считаю, что он играет как раз... Это тот пример, когда игрок пытается играть на лимитах, иногда переступает за них и почти никогда не играет меньше, чем в них. То есть это пример, когда, мне кажется, ему нужно встретить, чтобы свой стиль, ну, чтобы его стиль стал еще сильнее, нужно встретить на миде игрока, который будет его постоянно в этом стиле наказывать, и тогда он начнет еще сильнее расти, как игрок. Пока что... Возможно, паранойя возьмет его в себе, ученики как такого лимитчика. Слушай, паранойя через раз в таком стиле играет. Он вообще... Тут как раз паранойя, он прошел этот этап где-то полгода или год назад, наверное, и все-таки, ну, адаптировался, там, встретился пару раз с Кирой, которого не поутплеишь особо, и... Ну, много с кем-то. Мидробовика и Киру. Их можно. Вот любого игрока можно заутплейить. Вопрос только в том, насколько сильно ты рискуешь это делая, насколько он сам силен и готов тебя, твою агрессию встречать. Тут понимаешь, я понимаю, что игра на лимитах это очень здорово, но когда пять игроков играют на лимитах, они либо выигрываются, либо проигрывают в самый дрызг абсолютно тут же. Потому что лимиты — это то, тебя могут схватить за эти вот, за любую ошибку, любую проблемную точку. И вот если у тебя нет основы в виде такого надежи, как, например, Лисинс, то тебе будет тяжело камбэкаться, потому что лимит — это здорово, ты получаешь, опять же, много, но за ошибку патишь тоже очень-очень дорого. Поэтому это тоже обоюдно острый меч, по сути. Поэтому... Поэтому Крайон, явно у него есть будущее, но именно вот связки, мне кажется, вот как если Лисинс как такой более консервативный игрок, а Крайон, именно более такой играющий на агрессии, на своем именно чувствии момента, они вдвоем могут пойти очень далеко. И вообще вся команда пока выглядит очень перспективной. Просто у Лисника это, скажем так, Лиснику всегда проще, мне кажется, немножко засиять на этом уровне игры, когда много ошибок на линиях, ты приходишь, ну ты не должен лутать трипл килл на боте. Один раз, ты не должен лутать трипл килл на боте, тем более два раза. Что ж, у нас начинается уже драфт, это третья карта противостояния QM против команды Road to Almaty и... Возможно, последняя, но мы надеемся, что команда Road to Almaty возьмет себя в руки и даст хотя бы одну карту отпора своим пока более успешным оппонентам. А им нужно выигрывать три игры подряд сейчас. Да? Почему бы и нет? Ну, это сложно. Безусловно, после двух таких поражений камбэкаться наверное реально в 2-2, в 3-2 камбэкаться только от того, что противник 2 играет слабо. Потому что... Ну вот 2-2 на таком уровне ты уже знаешь, как говорят в футболе, мяч круглый, потому что там уже что угодно может быть по этой карте. Если это будет 2-2, там уже, правда, я уверен, и команда QMG будет немножечко тилтовать, немножечко уже чувствуется, что у них была вот игра прямо у них вот в руках, они ее упустили, поэтому тоже очень давление серьезное, поэтому тут вопрос, будет в этой игре открытый, однако туда еще нужно дожить, дойти, добраться, поэтому raw to full best of five нужно делать ренейм, как можно быстрее команде справа, чтобы исправлять свои ошибки. Но видно по лицам, что они переживают. Это оправданно, это тяжело. Они сидят, играют на сцене, я думаю, это первый раз, когда они на такой большой сцене играют. И хорошо, когда у тебя пошло, когда ты играешь на сцене. Потому что обе команды очевидно сильные, слабые команды много квалификаций не проходят, то есть, что они там, команды мирового уровня, естественно, нет, но и не слабые команды, команды, которые умеют, знают и могут отыгрывать. Просто, видимо, может быть, сетка была попроще у рот, у Алматы, а может быть они... Ну вот опять, вот это вот СКТ, у Самсунга была простая сетка, должны были Рейф Найс Рокстайгерс. Кстати, с такой игрой СКТ в гранд-финале Роксы бы не проиграли, я думаю, поэтому... А у Самсунга все равно проиграли. Кену Владимир, Кену Владимир, когда-то эти два персонажа были просто доминаторами топа. Да, было такое, да и на Мидеев сияли, скажут так, вот он, конь, отправляется в стойло обратно, потому что не нужно нам его. Видите, а вот Поппи банят сами QMG. У нас, кстати, очень, ну, универсальные персонажи в бане. Смотри, Кеннон игрался на четырех позициях, Владимир игрался на двух позициях, и Карим игрался как минимум на трех позициях, потому что я помню Мидлейнов. Конечно, от Кина. Синдра игралась на двух позициях, Джейс на четырех. Четырех? А Саппорт Джейс Мата, конечно. Саппорт Джейс. Ну и Поппи три. Три минимум. Минимум, да. Да. Ну и Трандл наконец-то проходит сквозь драфт. Когда я говорю на него собираться, я не говорил, что нужно делать время троллить, понимаешь, первым пиком. Я не знаю, если честно, это странное решение, потому что, окей, может быть, у Аккорда сильный Трандл, но там сразу Зайра Джин, получаешь на боте очень большие проблемы. Ты хочешь увидеть Саппорт МФ? Конечно, я с жестами показываю, что время делать время пуль. Я не уверен, что в мире кто-либо до конца понимает, почему именно МФ внезапно появилась как-то на Зайре. Послушай, самое главное, не покупаешь рилай, даешь пистон, полка въезда и оторвалась. Оторвалась, да. То есть там секира, арморпен и все такое, как завещал Зачок. Так что, думаю, что CFG в этом плане установил, что нужно делать и тут уже либо пан, либо пропал. Не CFG, CFG. Все-таки, когда ты добавляешь шке, то, очевидно, ты должен читать это по-русски. Брэнд и Элиза. Брэнд, саппорт для CFG. Контроля очень много уже у команды Рот, у Алматы. Другой вопрос в том, что у команды Кимджин намечается неплохая такая прямо тимфайт-композиция, потому что, возможно, это будет опять Мальфит. Я бы Олаф взял. Олаф напрашивается, опять же, да. Не факт просто, что и Лисинц, и Элемент на нем играют, поэтому, может быть, мы его до конца серии не увидим. Что на нем играть, серьезно. Вот правда, чемпионов все подхоталили очень быстро, абсолютно игроки, например, чемпионаты мира. Ну, например, на чемпионате мира. Ну, например, эти ребята, эти восемь игроков, которые, в принципе, что-то понимают в этой игре. Ну, Лисинц, я уверен, тоже готов. Кто-то у него взят лесной призрак. Скорее всего, осталась Икорима, я думаю. Поэтому, все еще вариантов много. К тому же, Зайра и Джином Грейса тоже отлично. Контроля очень много, и можно ваншелать людей с таким огромным прокастом. О-о-о-о! Теперь уже сами QMG нас удивляют. Букон! Лесной ли это Букон, или Букон для топа? Это вопрос. Обезьяна крутится, кубки мутятся. О-о-о! Лебланга тем временем. Я там не QMG. От Хартласа Лебланга против Арианны это не самый лучший матчап для ЛБ. Ей в нем не всегда есть что ловить, скажем так. Но, с другой стороны, связка ЛБ плюс Элиза могут творить чудеса в этом плане. Во-первых, Лебланг, Элиза самая старая сесс, которая вынуждает тебя брать очищение на мидлейнера обычно, потому что иначе ты умираешь по кудауну флеша Элиза как минимум. Вот. Другой вопрос в том, что у Лебланга здесь... Либо опять-таки ты берешь гост и не подставляешься по ним, Тоже верно. Я знаю, что Крайон показывал у нас отличная мигра пока, поэтому он умеет дожить спелки. И тут вопрос в том, что у Лебланги тут будет явный таймер, потому что если она не убивает Леблангу пару раз на линии, то потом скейлинг просто выдавливает Леблангу из игры. МФ. Бренд. Бот для команды РТА. Бальфитос. Просто вот камень и вот мечта стажеров. Серьезно, смотри, просто Крюк. Фукон. Ариана, Зак тоже не бог. Там может быть топ-лейн Вуконг против Трандла, как контрпик. Контрпик или Вуконг к Трандлу, но... Это хороший, открытый вопрос. Как и любой Вуконг к любому пику на топе, это отличный вопрос, является ли он контрпиком. Это вопрос, что пойдет. Но я бы сказал, что это Вуконг топ должен быть. Но учитывая, что у нас может быть Зак на топе, мы его видели. Зачем Зак против Трандла вообще? Каду тоже верно. Это именно бессмысленно. То есть Вуконг собирается как дэмэдж-дилер, играет как брузер, пытается засноуболить линию против Трандла. Зак, в свою очередь, если идет на топ, он просто типичнейший танк, которого Трандл ультует и его разбирают. Поэтому Вуконг все-таки будет на топе. Подглядываем за мониторами игроков, которые, в принципе, не приунывают. Это их последний шанс. Я думаю, что они готовы дать бой, все, на что они способны в последней возможности в игре. ММФ Брент это отличный шанс, чтобы разогнать игру быстро. Я думаю, что нас вряд ли ожидает сильно долгий матч. Я думаю, что обе команды продолжают нас удивлять в этом БО-5. То есть начали с нестандарта одни и со стандарта другие. Продолжили нестандартом уже обе команды. Потому что сейчас, в принципе, понятие стандарта очень размытое такое. Да, очень гибкое. В принципе, у нас мета. Очень много вариантов на разных позициях. И, опять же, мы не видели пока ботлейна команды РТА на таких чемпионах, как Брент и МФ. МФ игралась как Ада Кэррина и Еми, прошедшим в Париже. Брент в последнее время только от. Мы видим его только от. Ликрита еще играл на нем. И Джим. Игроки из СНГ в принципе любили его. И Сантос, и Эдвард, и Ликрит на нем играли. И на Вайлд Карде тоже несколько игроков. По-моему... И Джим играл после... И Джим, и потом во второй квалификации. А, японский. Да, японский саппорт новый играл. То есть, все начали к нему присматриваться и такие, ну, раз Ликрит на нем как бы играет, наверное, он что-то понимает. И, ну, тестирует, экспериментирует. Так-так-так-так-так, погодите, это Лебланка Саппорт от ЦФГ. Опаньки. Я Лебланку Саппорт не видел, между прочим. И вот ждали свапы между Вуконгом и Заком, но не ждали этого свапа. Это бренд Мид и Лебланка Саппорт. Лебланка купила три печенюки и больше ничего. Слушай, ну, бывает. Я в последний раз видел ЛБ Саппорт, когда она была с Сайленсом, ее постоянно играли в Китае. Она была прям фотомом тогда. Где-то две недели ее как раз тогда на Миде нерфили. Ой, РТА, ой, РТА, ой, РТА. Ну, ты знаешь, вообще против именно... Я пошел бы драться на месте к Йонжи. Сейчас там Зайра пятерых рут дает и все. Против именно Джина и Зайра Лебланка Саппорт может быть на родных уронах на СПЛА может выкатиться. Потому что ты можешь кого-то поймать, дать по нему прокаст и умереть от рута Зайра, например. Либо убить кого-то. Вот это звучит как более реальная опция на самом деле. Там просто проблема в том, что четвертая автоатака Джина, она не дает Лебланке прокнуть пассивку зачастую. Есть такое. Но тут опять же очень у команды РТА это именно вабанг сетап. Либо все, либо ничего. Либо мы камбэкаемся, либо мы разъезжаемся домой кто куда. Ну вот Капитан их ехал так долго в Алматы, таким проблемным путем. Нужно дожать что-нибудь эдакое нам показать. А то что? Все зря? Много вещей, которые являются спорными, на мой взгляд, в исполнении команды РТА. Потому что и Бренд с Гастом на миде, и Саппорт Лебланка с Игнайтом на боте. Это такие очень любопытные пики, что ли. Которые сложно будет реализовать. Тем временем мелкие Бумае пытаются забрать сейчас Жабу, дать Зайре левел 2. Опять, второй раз подряд чувствуется, что РТА играют именно вот больше по Солокушному, потому что старт с нижнего леса для Лесника очень проблемен, потому что его легче закандрить. И в принципе ты не отдаешь кем своему ботлейну. Очень часто мелкий проседает? Вот о чем я и говорил. Не, ну не стоит забывать, что эта Зайра пришла на линию с очень лоу ХП, потому что она выданковала почти всего Грампа. Сейчас бы на месте СФГ по кулдауну W просто Flash W Ignite дать Милке. Хотя Милке при этом может среагировать экзостом, так что это не стопроцентная уличка будет. И при этом дает просто W Джин и Лебланка может там подстрять. Тут уже левел 2 прокает у команды QMG за счет как раз Жабы. Очень интересно посмотреть на то, как зайдет Вуконг. Я не уверен в том, что он контрпик Трандлу вообще. Наверное, Кенди здесь виднее. Трандл, скажем так, я думаю, что вот первый бэк Вуконг, где он покупает, например, себе зубриный кинжал. А возможно будет Найт давать, по-моему, нет? Там был бы хил, а ты теряешь потенциал убийства, потому что не знаю, составляет. Ну а с хилом можно уже или сниказывать, например. Естественно, естественно. Вот. По хорошему Трандлу просто аутскейли. Улынить Аккорды начинает. Да, аутскейли аутсустейни. Ой, какая грубая ошибка от Аккорды. И Кенди пытается просто вернуться на линию, а тем временем на боте все-таки забрали Милки. Не спас ни хил, не спас ни экзост, и ЦФГ реализовывает в начале Леблан. Да, это неплохой задел. Тут же покупает, хотя нет, у него был полуси, да, полуси, то, что у него был. Опять подвязывают Бумае, у него сейчас четвертая атака, он хочет ее зажать до последнего, но и... Знает, что ни у Винслэша, ни у ЦФГ нету маны, чтобы дальше этот килл продолжать через сустейн билд, потому что очень часто модный Транбл закуперет себе пыл битвы с первой ветки, но не хватает в таком случае знакомности и сустейна. Букон должен от такого уйти, потому что да, и тень, и окон туда. Это не гонгабельный персонаж. Первый элемент купил у Пинквар, тогда бы убивали. Я, если честно, не уверен, что Транбл с фервором это вообще... Нет, серьезно, пока как минимум... Ну, как бы да, я не уверен просто, что это работает на более-менее адекватном уровне, поэтому... Просто потому, что в третьей ветке любому Транблу это слишком много дает. Пилор и понеслась. Но тем временем по Харкес пытается зайти, появляется Заку Харкеса, проблем надо сразу сжимать. Ой, не успел. Не успел даже, просто лопнул бренд. От злости. Явно не фанаты The Sins и Крайон Хэллоуина всей этой тематики. Страховины, вернее, извините, пожалуйста. Ну и Краб для Элемента. На боте небольшое преимущество возникает у арта, но, кстати говоря, относительно небольшое, потому что Джин фармит достаточно здорово, Крайон играет очень нагло. Элемент играет очень нагло. А, Элемент дал флэша сейчас, но это близкая будет в любом случае дуэль, если Элемент попробует ее принять. Как-то потому, что у Крайона еще, между прочим, я думаю, взят Ассасин, потому что печенник нет. Либо по фейкеру Крауна у него на баф. Да, на баф. Увеличение. На Ариане слишком профиль. Честно. У Кенди проблемы. На самом деле, первый бэк действительно возможность для Вуконга спастись, но я не думаю, что он сделает оптимальный первый бэк. Он не возьмет раньше шестой уровень, чем это сделает сейчас Рандл. Это значит, что ульта у Рандл все равно будет. У него, думаю, будет два ножа с бэка и Пинкварт. Может, доранчик? Это было близко, я смог угадать. Просто, на мой взгляд, полыны будут близкими, если они вообще будут. Если их не будет, тогда... Кстати, в принципе, Вуконг-то все равно неплохой пик здесь, потому что два немобильных кэри, обоим можно сбить прокасты, ну, МФ-ки, точно можно сбить, Бренда можно просто подловить и за ульту Вуконга пытаться загрузить. Почему не нравится мне пик Бренда на мид вообще? Потому что у Бренда вся механика его в том, что нужно попасть с тремя заклинаниями оппоненту дать свою пассивку. На миде, во-первых, это Арианна мобильная с призраком, во-вторых, это просто большее количество мобов и более, скажем так, вот такая ротирующаяся линия, где тебе тяжело будет дать фонарь на Q, чтобы прокнуть пассивку. как это Кэнди взял раньше шестой уровень? Стоп. Это интересно. Кэнди нажал на слепот раньше, он раньше бэкнулся, поэтому и раньше, по-моему, взял шестой уровень. Наверное. Мне не нравится бренд на миде в первую очередь, потому что, ой, вот как раз Кэнди и делает то, что надо было сделать, аккорд. Хватает ему на проказ? Нет, хватает, и он забирает. Кэнди и выйдет, выйдет, не умрет сейчас этого хита. Это было близко, и это было красиво и очень удивительно. Бумая тем временем. На боте еще хил есть, он его вжимает и выживает. Не смогли. А вот в ответ? В ответ СФГ умирает сразу же, стяжка Арианны, винслэш от нее отфлэшивается. Крэйон сейчас винслэша заберет. Красивая попытка задолжить. Отличная попытка задолжить. Крэйон сейчас за это воплотится жизнью. Более того, минус Арианны и убийство забирает Эли. За счет становится 4-2. Тут очень важно не отдать инициативу на нижней линии, потому что дракон первый инфернальный, и он необходим обеим командам, потому что обе команды пытаются играть максимально на лимитах, на попытке именно инициативы заходить. Потому что если скейлинг будет для QMG, это просто уже GG, потому что там Арианна, там Джин, там тот же Вуконг, они на сноуболе просто будут рвать кого угодно. А вот арта нужно этого дракона забирать просто потому, что им важнее раннюю игру себе забрать и не отдавать ее оппоненту. У арта лейт тоже сильный при этом, но он более сложно реализуемый и он немножко другой. Он это лейт, как знаешь, именно в слухе, где у тебя не саппорт, а еще один на пакэре. Во-первых, во-вторых, у тебя все-таки Трандул. И когда у тебя против Трандула два танка, это в принципе приятная относительно новость. Ну, два танка, один, полтора танка. Я думаю, у Вуконга будет больше АД айтемов, чем в резистов. Я думаю, два АД предмета и потом в танке это звучит как оптимальная опция сейчас. Вопрос в том, почему Аккорда идет на Sunfire первым предметом и такой Трандул долго будет терпеть против Вуконга, потому что состояния у него будет очень мало и Вуконг его будет приборщить. Так вот, и Бренд Мидон на самом деле, как персонаж, в нем мало смысла по сравнению с Брендом Саппортом, потому что делают они примерно то же самое. У Бренда на Саппорте демеджа очень много и так и не сильно меньше, чем, например, у Бренды. Ему требуется просто примета. У него не такие большие скейлы на спеллаках. Ну, неплохие на самом деле. Ну, скажем, не 1-0, не 0-8, да, понятно. Просто смысл в том, что ты теряешь потенциал мидера, при том, что ты можешь взять Бренда Саппорта и тогда у тебя мид будет открыт. В их случае это не особо актуально, у Кэнди проблем не будет, потому что Трандл с Пеплом Бами ему ничего делать не будет тоже. В такой ситуации ультимейт пока ничего толком. Сартлес, флэш дает. Не ворует у такого вуконга. Ну, и, скорее всего, да, он отпугивает оппонента, но вот сейчас он закончится, и Кэнди сделает просто прокаст, скорее всего, оппонента заберет, потому что... Уверен? Не уверен. Я вот не особо... С 8-ой на 7-ой. Вот он пытается ждать... Он играет очень осторожно сейчас. Мне кажется, сам Кэнди не уверен в том, что он может Аккорду сейчас забрать. А я вот не уверен. Ну, ладно. Минус Хартлес. Хартлес заигрался. Это уже вот та самая инициатива на драконе. Выход на поклон. С флэша играет на елке, дает ульту. Очень сильно проседает виндслэш и оказывается мисс позиции. Ему не уйти. 6-2 становится счет на топе, Аккорда тем временем вжимает свой слэш. Флэш. И Кэнди с флэша его добивает и выживает. Там было еще несколько трейдов. Ну, понимаешь, трейд, ту, трейд, там самое главное, что я предсказал первый бэк, ты сказал, что он его убьет, на этом можно мне уходить уже в шутковые. Ну, тут сейчас как бы команде РТА не пришлось уходить, потому что первый дракон огненный, достается он команде КУМГ, второй тоже огненный, у них Джин, у них Арианна со счетом 3-1, А5, и у них Вуконг, который АТ-шный Вуконг на топе, на него тоже огненный дракон работает, работает, здорово. И, скажем так, выживаемость, когда на тебя, когда ты МФ-ка 5-го уровня на позиции стрелка, на тебя выходит 9-й Вуконг, просто говорит, добро пожаловать в мой проказ, то МФ-ку нехилен, не пледит. Он, это Вуконг, говорит, здорово, больше ничего не говорит, в принципе. Пожалуйста. И интересно то, что будь там, например, МФ-ка справа, хотя тоже, вот ультует Вуконг, туда ультует Джин, и со стаками Черной Секиры урона будет по всем целям у РТА очень много, потому что Ажмора там покупать будет только Аккорда, и все, его не будет у Элизы очень долго, не будет его и у Бренда. И самое главное, у МФ-ки тоже, потому что ей нужны, скорее всего, какие-то АП-слоты. Слушай, кстати, я бы хотел заметить, что Кенди, на самом деле, интересную тему поднимает Вуконга и его релевантности на топе сейчас, потому что свапов нет, это одна из больших проблем Вуконга была. Конечно, много матчевов сейчас, по идее, для него должно быть тяжелым. На боте идет агрессия, милки забирают, и подвязали, убили. Это такая, знаешь, вариация ботлейна МФ-эш, где у тебя контроль появляется, ты вливаешь до урона. Ой, до свидания. Аккорда, подходит Элемент, он успевает ультануть, кстати, танковать, он будет сейчас долго, по-моему, сейчас в МГ немножко растерялись, так вот, Рандл нелегально долго живет, и сможет ли Элиза на кого-то ответить. По-моему, это было в рамках законодательства вполне себе, так что сделал Рандл. И Элемент, минус 9, 3-3-0 в Ухонг, и 2-0-4 становится Зак. Очень здорово разыграли ситуацию в МГ. В отличие от Элизы, Заку айтемы не нужны вообще. Он приходит, дает у него... Рион, добивает даже так. 10-3 становится счет, и почти 3000 преимущества за 11-30. Единственная линия, на которой какие-то надежды сохраняются у команды РТА, это бот. К сожалению, команда Ро Тостана начинает вновь сыпаться и терять вообще любое, скажем так, именно мотивацию и дисциплину в том, что происходит на карте. Делают глупые ошибки, и из-за этого им будет тяжелее задуманное реализовывать. Их продолжают переигрывать. Проблемы. Миндслэш, ловит Стронглторн, СФГ играет с Булжа. Шикарно, но тот же, однако дальше что ли? СФГ. Зачем он играл с Булжа не особо понятно. Он не угрожал в Умае смертью. Джукт. Да, и МФ-ка, по идее, почти уже вышла. Ну тут проблема, да? Лисинский. Смотри, что делает. СФГ прям. Это будет долго. Это может быть долго. Пытается, да, изо всех сил тут показывать нам. Вот зря он на прокат потратил сейчас время, потому что маны... А, он решил засуицидиться. Так быть. Ну ладно. Так тоже сработал. Ой-ой-ой-ой! Не рассчитал. Это было близко СФГшке, но это было не идеально. Это тот случай, когда еще и удача теперь не была на твоей стороне. Виндслэш, поймал Рут. Хорошо, что у Умае нет выхода на поклон. Прыгает Зак. Лисинс хочет добить Виндслэша. Лиза по нему играет. По-моему, Зак до сих пор ни одной посидки не потерял. Ну, конечно. Потому что еще 3.04 у него уже сейчас. Сейчас нужно просто забирать спокойненько вышку, вставить тотемы около дракона, ждать его там, либо драться, либо забирать его просто от давления и дальше скейлить в игру, которая и так не обещает быть слишком длинной. Слишком сложной скорее для QMG. Вопрос в длине игры, он остается актуальным, потому что ошибки против связки бренда МФ допустить легко. Правда, и против связки Ариан на Зак Вуконг тоже. Даже вообще, я бы сказал. Можно легко отдаться, да. Даже когда ты впереди. Аккорда приходит на мид, это значит, что бренда продолжает не фармить, Вуконг продолжает на топе пушить и при этом Вуконг сохраняет свой телепорт, а значит, что Трандул хочет на миде что-то разыграть, Крайон понимает, что Аккорда если не успеет притануть, он еще и отъедет от этой Арианны, с Гаста играет Арклассу. Ой-ой-ой, что делает Крайон? Появляется Зак и Крайон умирает, Лисинца тоже подставляет, сейчас идет сюда телепорт от Кенди, Кенди, кстати говоря, может здорово попытаться здесь разыграть ситуацию, жаль у него нет флэша, Лисинц возвращается из пассивки, размен получается у нас один в один. Кенди, правда, может уже отъехать, Лисинц, реанименция, но у него нет пассивки, Кенди, уходи. Милки подставился, Милки отъехал, Джин уже с выходом на поклон, подходит на мид. Ну вот очень часто Зайвер так поставляются, пытаются играть в этих самых лимитах и давая там рву какой-нибудь такой на макс рейндже, там ультимейт давая, подхорашивая, добивая кого-нибудь, ловит рандомный контроль и засуществляет любых. Пошел выход на поклон, проблема у элемента, Кенди должен выходить, успеть, вышел, Лизу, о, мимо, выстрел от Джина проходит, ну и у элемента еще и плет оставался. Немножко дурь начинается в игре, потому что явно там вот эта агрессия один в два от Крайона была не совсем продуманной, потому что не знали, где находится Ботлейн, пришел туда и, собственно, Ботлейн РТА и даже потешка Лизинцы не помогла особо ему получить два кила и не умереть. Да, вообще вся ситуация на миде была создана только что Крайоном, когда он решил вместо того, чтобы просто выйти из драки, он решил разыгрывать, причем разыгрывать, торгуя полностью лицом, слабо, это есть. Смайт подставляется сейчас Лизинцу, неподалеку находится Кенди, долго ли проживет сейчас Зак, по идее должен, но Кенди надо отступать. Лизинца поражал Флэш чуть-чуть рано, боялся, наверное, поймать стану Бренда или еще какой-либо контролем. Уже Флэшку его даже не спас, потому что Зак без пассивки. Ну и вследствие таких уходов при бланке это цена башни. Ну пока нет, пока там все еще умы. Она будет рано или поздно, потому что МФки, по идее, без ульты там стоять нечего и Драктар уже прокнул Хабу Майя. Элиза подходит, ну и Винсэш таки здорово отстоял. Башня продолжает здесь терпеть. Появляется второй Огненный Дракон. Первый предмет для МФ, ведь Драктар для меня кажется не очень эффективным, потому что Йома дают куда больше себе и можно и убежать, можно и вышку подпушить по табулю и активкой предречного клинка, поэтому Драктар в район может переиграть сейчас Харльза. Тем временем прыгает Лисинс во всех, есть тяжка, но он может не успеть видать в район и не успевает и отъезжает. Бумае получает прокаст от ЦФГ, Лисинс отъезжает. РТА начинает разворачивать игру, мгилки как всегда в миспозиции в этой игре. И три убийства отдают сейчас ребята из QMG по размену на одну элису. Правда, Буконг с Джином могут на двоих здесь натворить Дилов. Ой-ой-ой! Не успел! Не успел Кэнди зацепить никого. Минслэша сейчас цепляет и получится ли добить убивают МФ-ку. При этом Джин остается сам. Если удастся динай дракона, это все будет стоить того. Если нет, скорее всего нет, то, ну да, Трандл с Хартласом забираются по-моему, инфернального номер два в этой игре и интрига живет, потому что команда борется до самого конца. Минус 2000 у них становится счет. Они продолжают действительно бороться. Это очень здорово, что они это делают. И мне очень нравится билд ТФГ. Он продолжает достаточно бодро исполнять ЛБ и начинает сыграть в нем Орелон Мипан. Здесь не успел Крэйон сыграть правильно, поимал Кокон, но Кокон был очевидным и даже ЛБ. Да, не стоило прям вот так нагло. Потерял много хп до зимфайта и в зимфайте ему, собственно, не было ничего уже не было, чтобы дать. В остальном Трандл вернулся в игру немножечко. Конечно, Вукон все еще сильнее, чем он, потому что Вукон все более того с последнего файта больше залутал, чем Трандл, по-моему. Потому что когда ты идешь через пламя Баммит Тиамат, это значит, что броня у тебя не появляется. Там пробивания брони слишком много. Сейчас у Аккарды проблемки. Хотя ты никогда не знаешь, как ты... Ой, на боте сейчас СФГ въехал неудачно. Прок Трактары дал мало. Кстати, а Трактар Прок это стопа, по идее, со второй кушки МРК? То есть, когда она перепрыгивает и попадает на тебя? это не он хит. А, это не он хит, окей. Мне казалось, что он хит, кстати говоря. Поэтому, возможно, что и сработал, потому что там не подходил виндслэш на расстоянии автоатаки. Но, на самом деле, интересный очень специфик, скажем так, в этой обилке МФ и виндслэш с флэшом. Флэш дает, наверное, лучший, который мог бы быть, но не тот, который его сейчас спасет. Более того, сейчас упадет башня на боте, играет с флэша Аккарда, Кэнди выходит. Добавляет себе скорость переджения ультимейтом и спокойненько выживает. Нет, это делает. СФГ, зачем это делает? Умирает. Счет становится 16-9 и разница возвращается к 5000. Сейчас СФГ сыграл чрезвычайно странно, такое ощущение, что он просто растерялся. Осталась последняя башня Т1 на миде у РТА. Рианна ее подпушивает, сейчас бренд DefadeBot. Продолжают в агрессии играть сейчас в GMG. У МАЕ надо выходить из-под таврагра. Лисинс, интересно, не успел откатиться до бассивки или успел? Успела. Успела, распадается Зак и Зак выживет. Должен выжить. В УКОНГ есть ТП. В УКОНГ есть ТП. Надо его давать, отличное решение. Но Лисинс успевает еще и флешнуться. Кенди прилетает на отсутствующие уже частички Зака и теряет за это на топе башни. Варианна при этом заберет Т1 на миде и в итоге счет по башне становится 3-1. По золоту при этом более 5000 в пользу команды QMG. QMG может быть и играют со своей едой, но они растаскивают РТА по объектам при этом. Они отдали глупым файтам при этом дракона одного но получили за это почти 4 вышки. 3 и еще Ну не совсем за это, они скорее просто получили потом после этого 4 вышки. Да, не за это, но сам факт того, что они игру в своих руках держат неизбежно. Пусть там бывают свои какие-то огрехи и помарки, но при этом они знают и видят более глобальную картину. Здесь круто сыграли. Единственное, что у Лисицы уже был флеш, его надо было прожимать чуть пораньше. Хотел сыграть жадно, может быть, разыграть Элизу, но здесь 100% было право, а что надо было давать. А тем временем РТА группится. Это их хороший шанс, потому что у них есть АОЕ-обилки, но против команды, у которой есть Зак Арианна, если эти обилки не дать вовремя и идеально, инициация противника тебя убьет. Вот именно так, именно так она и будет тебя убивать, потому что Лисин здесь слишком много чего дал. Появляется Кэнди. Очень большие проблемы у РТА. Аккорда не уйдет, пытается разменяться на милки, даблкил для Арианны, Хартлесс должен отъехать, Кэнди гонится за Элементом, и эта драка, классическая драка с Заком и Арианной в 5 в 0. Прекрасно. Эйс, и команда QMG идет к 3-0 в этой серии к уверенной победе. Очень красиво играют ребята. Очень все грамотно делают QMG, хорошая комбинация Шокуэева и Зака, и вот чувствуется, что именно доверие друг к другу и понимание того, что когда нужно делать, у QMG выше. Как команда они играют лучше, даже не беря в расчет то, что возможно игроки они тоже сильнее. Поэтому... Слушай, но тут пока что у QMG все работает лучше. Есть всякие маленькие такие нюансы, когда там вот СФГ получается за аутплей, эти на боте несколько раз РТА начинали хорошо, а там Аккарда неплохо мог наказать Вухонга на самом деле, были моменты, но ошибку допустил. И вот как раз это и объясняет ситуацию. Если против... Ты допускаешь маленькие ошибки в попытке аутплея, и даже если ты убиваешь противника на линии, ты все равно проиграешь игру, значит разница в уровне игры все-таки высокая, и QMG действительно намного сильнее как команда пока что за первые две с половиной игры, чем РТА. Это не обязательно значит, что РТА уже проиграли серию, хотя это очень близко к этому. Но... Но счет на табло, так говорится. Да, счет на табло, при этом у тебя есть МФ-бренд. Прелесть такой игры, как League of Legends заключается в том, что некоторые композиции могут, любые почти композиции, могут камбекаться почти всегда. И ты обязательно должен, даже если ты играешь слабее, чем твой противник, хотя бы разочек попробовать какую-то комбу завернуть в QL5. При этом Кэнди играет немножечко рискованно, он собирает себе свой Драктар, и в ситуации, где возможно ему стоило уже начать собирать себе какую-нибудь там плиту мерцветца, бронемерцветца, например, возможно, знамение Омина, вот, Рандуина. Так или иначе, я думаю, что это то, что можно наказывать, потому что влетает, получает контроль случайный, Кокон, например, и умирает уже, не делая ничего, потому что такой Вукон... Вукон не должен влетать здесь первым. Вукон влетает здесь после Зака и Арианы, да, и он ультует под ультами Зайра и Джина, это как бы главная задумка сейчас билда Кэнди. Более того, оп, пошел рука на поклон, стяжка по двоим, в секунду взрывается и Бренд, и Трандл живет ненамного дольше. Вот и ответ на вопрос, когда некому танковать твой Драктар, ой, это третий огненный за игру и два у команды КВМГ. Если бы они еще и не допустили ошибку на предыдущем Драконе, было бы три огненных с Джином, у которого счет 4-0-7, почти три слота за 24 минуты, и они идут на оборона, это кол абсолютно правильно. И тут такая ловика, а что вы сделаете нам с такой кол? Потому что очень много золота уже у КВМГ, у всех при этом. Люден готов. Это бывает, когда твоя Ариана на 5 уровней выше, чем Лебланка в саппорт противника. Ты действительно за КВ и Люден можешь ее убить. КВ Люден и, конечно же, приказ повелителя Грома. Нелегальщина какая-то. Но такое бывает, когда у тебя Морелла Люден и Ариана. Кривен, кстати, действительно круто играет и умно, и агрессивно, и наказывает противника за его ошибки. Элемент с флыша играет Кэнди. Элемент умирает. Heartless F. Проблемки. Есть стяжечка. И аккорд не танкует эту Арианну никак. Сейчас будет стяжка. Кое-как пытается аккорд оттупить. О, Крэйон! С флыша! Крэйон, по-моему, показывает нам просто потенциал аутплеев на Ариане и немножко троллит, потому что вот это был именно показательный мув. Смотрите, я умею дать Е-Р флэш и очень круто разыграть. Винт слэш, тем временем не с позиции оказывается. Ультует помилки здорово. Зак тем временем по всем разультился сам. Ой, какой хит от Джина залетел. Красивый. И аккорда под экзостом. Его идут дальше дайвить. Лебланка не дамажит Зака абсолютно. Буконг выходит из-под башни. Бумаев, по-моему, хочет дать флэш-автоатаку сейчас и добить тем самым транзл. Но не получится. ЦФГ. Очень осторожен, ЦФГ. Ой. И сейчас Deathfire Touch может и добить. Лебланку? Нет, не добил. Но вот такие вещи на Джине действительно возможны, когда у вас такой билд, который здесь собрал себе бумаев. Все работает у QM Gaming. Все спорится. Сильная Ариана, сильный Джин. При этом есть отличный танк в лице Лисинца. Он инсуирует, он всегда забирает инициативу на себя и использует грамотно свою пассивную способность. Если будет 3-0 в пользу команды QMG, ни о чем не буду жарить, кроме как о том, что Лисинц так и не сыграл на Лисине и не показал нам его. Послушай, его никнейм нужно более чем один Лисин, чтобы это были Лисинцы. И другой вопрос, мне кажется, знаешь, что Лисинц куда ближе по стилю игры к, мне кажется, джестеру такому, знаешь, более уже ориентированному на особенный свой стиль игры, нежели на место. Ой, добиваю сейчас СФГ за то самое QV. QV? Комбо? Атарьяна. QV-комбо? QV-комбо. Именно оно. Вот. В это время Бумае играет с огнем, вернее, с троллем. Слушай, ну тут сейчас барон-миньоны могут помочь. W и... так, так... Забанен. Вообще, так скажу, когда твой джин дуэлит вражеского Трандла, это очень плохо. Это именно печально. А тем временем сбивает Винслэш ульту и по-моему QMG идут оп, краен, продолжает жить, ульта, элемент его все-таки убьет. Засмайчено. Засмайчено. Но джин тем временем сплитпушит на топе, в лучшем традиции дабллифта, сплитпушер джин. Но тот дабллифт был, скажем так, не очень, но этот забирает Трандла один на один. Этот забирает Т2, один на один, сейчас Т3 может забрать один на один. Элемент тут решил попробовать удачи Бумае. Просто обстрел устраивает артиллерийский по... Я бы сказал, что он устраивает, но у меня лимиты, к сожалению, уже исчерпаны. Уничтожает своих противников. Ну и QMG в шаге от того, чтобы стать первыми чемпионами Казахстана по League of Legends. Это очень даже классное достижение. По Бумае играет СФГ, забирает его, снимает с него. А нет, серия убийств. Дисинс. Долго живет. Есть ангел-хранитель. Сейчас этот ангел-хранитель Зака и его Sunfire будут дамажить всех еще очень долго. Там еще пассивка. Так. А нет, там не было пассивки. Окей. Ну все ошибаются. Три уже стороны отсутствуют. У команды Ро, Ту, Алматы. И усиленные миньоны отправляются по всем фронтам. Дракон. Еще один какой у нас дракон будет? У нас морской. Будет дракон, да, потому что нельзя забирать больше трехогненных. Больше трехогненных. Слава богу. Это было бы слишком сильно. Поэтому теперь немножко регенерации, здоровья и маны. 620 АП у Арианны сейчас. И это больно, это неприятно, когда у всей твоей команды из предметов сопротивления магии есть примерно... Да, вот у СФГ был только что Негатрон, он его не спас, у Транлэйс Капюшон, он его тоже не спасет в случае чего. Такая Арианна слишком сильна. Вот теперь решает Кэнди купить себе, видимо, ту самую броню мертвеца, чтобы немножко жить дольше. В принципе, я думаю, он может хоть граммить, конечно покупать хоть шляпу Рободона, вот если не бывает штрафов, вот, и делай все, что угодно, потому что когда у тебя три ингиба, по-моему, там абсолютно минимальный, мизерный процент шанса на победу вообще в истории Лиги Легенд. Это слишком сильные преимущества, потому что отпушивать такое тяжело. Да, это самая сложная ситуация официально, в которой ты можешь оказаться. Более сложная ситуация, когда у противника еще есть Элдер и Барон, но здесь и без них все слишком хорошо. Здесь не стоит забывать, что когда у тебя нет Элдера, а ты уже с ним три ингиба, наверное, это значит, что ты игру выиграл в самом раннем этапе игры. Лисинс выход на паталон. Очень глубоко, здесь ФГ подет с Зостом, Аккорда играет по Бумае, тем временем Лебланку уже забрали, Бумае добьют, но, по-моему, команда QMG просто идет к победе, Крайон умирает от Винслэша, Лисинс. Ох, отлично выбросил Винслэш, у него до сих пор был ульт, но это не важно. Важно то, что супер-миньоны со всех сторон вместе с Кэнди, вместе с Лисинсом продолжают давить и все-таки выигрывают Кубок Казахстана и становятся первыми. Оп, оп, и супер-миньоны вместе с командой QMG становятся первыми чемпионами Казахстана, друзья. QM Gaming, команда, которая приехала явно в ранге фаворита, доказала, что репутация, она заслужена. Очень чистые три игры, были свои ошибки, команда Роа Туалмахта показала красивую игру в первой партии, боролась как могла и дальше, но оказались они менее опытные и менее сильны, не хватило им немножко, возможно, уверенности в себе на сцене, потому что коллектив не смог ничего толком противопоставить. Ну, а ваши чемпионы, друзья, чемпионы Алмахты, чемпионы, Казахстана, эти вот ребята, команда, команда QMG, которая, возможно, возможно, продолжит свое шествие по Лиге Легенд, потому что у них явно есть тот самый потенциал. Работают ребята вместе отлично, есть талант у них индивидуальный и самое главное, что у вас, у них есть ваша поддержка. Еще раз, друзья, команда QM Gaming, чемпионы Кубка Казахстана. Друзья, ребята, я перед тем, как вы все-таки поднимите этот кубок над своей головой, я бы хотел буквально один-два вопроса задать. Скажите, как вы себя чувствуете, что вы чувствовали, когда играли на сцене? Я думаю, что это первый у вас такой опыт был, Как вообще вы себя чувствуете сейчас и как вы себя чувствовали во время всей игры? С самого начала и до сих пор чувствую волнение такое большое. Первый раз играешь на публике. Чувствовали поддержку зала, чувствовали ли, что болеют за вас ребята здесь и еще какое ощущение от победы? Ну, по-моему, легко. Что ж, я поздравляю вас с победой, этот кубок ваш, вы чемпионы Казахстана. Друзья, чемпионы Казахстана QM Gaming. Что ж, поздравляем ребят. Друзья, в зале мы никуда не расходимся, а с трансляцией, друзья, мы на этом прощаемся. В следующий раз мы с вами увидимся уже в Минске 11 ноября, так что обязательно приходите, если вы там живете и обязательно включайтесь к нам на трансляцию. На этом на сегодня все. Всем пока!